Всем добрый день. Меня зовут Сухарева Виктория Алексеевна. Сегодня я начну разговор про тождество объектов и некоторые метафизические проблемы, которые поднимаются в рамках аналитической традиции в связи с этой темой. Наш разговор будет разбит на два тематических блока. Первый тематический блок, который мы разберем в рамках данной лекции, будет посвящен общему определению отношения тождества, классификации основных типов тождества, а также понятию критериев тождества. Второй тематический блок, который мы разберем уже в следующей лекции, будет посвящен разным аспектам проблемы диахронического тождества объектов или проблеме тождества объектов во времени. Итак, среди так называемых позитивных концепций объектности тема тождества объектов занимает особое место. Позитивными концепциями объектности я называю такие концепции, которые постулируют разного рода позитивные характеристики объектов, то есть такие характеристики, которые способны играть роль критериев объектности. Так вот, наличие возможности сформулировать четкие критерии тождества или указать четкие условия индивидуации считается в рамках аналитической традиции одним из важнейших оснований для того, чтобы некоторые проблемные сущности или некоторому спорному феномену могли быть приписаны или статус существующего объекта, или объектность как таковая. Достаточность данного основания – это вопрос дискуссионный, но вот его необходимость является весьма широко признанной. В подтверждении этого, а также в качестве своеобразной историко-философской затравки, мы рассмотрим три довольно известных сюжета, которые в свое время получили особенно широкое обсуждение и известность. Общим лейтмотивом этих трех сюжетов как раз является обоснование невозможности приписать объектность или существование некоторым спорным сущностям или феноменам как раз по причине невозможности сформулировать для них ясные критерии тождества. Первый такой сюжет был сформулирован Людвигом Витгенштейном в качестве попытки предложить вариант решения проблемы индивидуального языка. Второй такой сюжет был сформулирован Полем Беноцерафом в контексте его знаменитого обсуждения проблемы множественной редукции. Она же проблема не единственности представления математических объектов, и она же проблема отождествления. И третий такой сюжет возникает в рамках современной философии физики в связи с вопросом о существовании пространства-времени. Разберем эти сюжеты по порядку, чтобы в общих чертах стали ясны смысл и суть лежащих в их основе аргументов. Начнем с Витгенштейна. Витгенштейн формулирует определение индивидуального языка в своей работе «Философские исследования». Там же он ставит соответствующую проблему и намечает пути ее решения. В частности, предлагает аргумент против индивидуального языка. Определением индивидуального языка обычно считают следующий пассаж из параграфа 243 «Философских исследований». Можете видеть его на слайде. Кратко определение индивидуального языка можно сформулировать так. Индивидуальный язык – это такой язык, референтами выражений которого являются приватные ментальные состояния агента, говорящего на таком языке. Проблема индивидуального языка, в свою очередь, может быть представлена как принципиальное несоответствие между, с одной стороны, требованием обязательного наличия интерсубъективной процедуры, позволяющий сначала зафиксировать связь между языковым выражением и его референтом, а затем гарантировать проверяемость правильности употребления этого языкового выражения. То есть для каждого нового случая употребления языкового выражения определять, употребляется ли это выражение для обозначения того же самого референта или нет. А с другой стороны, невозможностью получить такую процедуру для выражения индивидуального языка. Почему? Поскольку референты выражения индивидуального языка являются приватными объектами, то есть такими объектами, которые доступны для наблюдения лишь одному или единственному агенту и, соответственно, принципиально недоступны для наблюдения любым другим агентом. И, соответственно, такие объекты вообще не подлежат никаким субъективным процедурам. Одним из критических аргументов против индивидуального языка, сформулированных Виттгенштейном, является его знаменитый мысленный эксперимент, получивший название «Жук в коробке». Исходная формулировка этого мыслительного эксперимента представлена в параграфе 293 тех же философских исследований. И вы можете видеть ее на слайде. Основная суть данного мысленного эксперимента сжата, содержится в последнем абзаце данной цитаты. Если грамматику выражения «ощущение» трактовать по образцу объект и его обозначения, то объект выпадает из сферы рассмотрения как не относящийся к делу. Данный мыслительный эксперимент имеет много различных интерпретаций. В соответствии с одной из таких интерпретаций, аргумент «Жук в коробке» рассматривается как свидетельство в пользу того, что ментальные состояния в действительности не являются приватными. В соответствии с другой интерпретацией, аргумент «Жук в коробке» рассматривается как демонстрация того, что значение языковых знаков на самом деле конституируется не референтами языковых выражений, а знанием правил употребления этих языковых выражений. В соответствии с той интерпретацией, которая интересует нас, аргумент «Жук в коробке» рассматривается как демонстрация того, что приватные ментальные состояния не являются объектами, поскольку для них невозможно установить критерии тождества. Действительно, согласно Витгенштейну, установить критерий тождества для некоторого объекта – это значит знать, как сравнивать этот объект с другими объектами, то есть уметь идентифицировать или распознавать этот объект, отличать его от других объектов и узнавать одинаковые объекты как одинаковые. И также уметь верифицировать значение слова, обозначающего этот объект, то есть определять корректность использования этого слова в каждой конкретной ситуации употребления. В контексте критики индивидуального языка Витгенштейн в сущности показывает, что в отношении приватных ментальных состояний указать критерии тождества невозможно, поскольку отсутствует процедура верификации, а именно процедура интерсубъективной сверки, которая позволяла бы, во-первых, сравнивать ментальные состояния одного человека с ментальными состояниями другого человека, а во-вторых, сравнивать одни ментальные состояния человека с другими ментальными состояниями того же самого человека, а также проверять наличие связи между определенным ментальным состоянием и словом, которое является обозначением этого ментального состояния. Таким образом, действительно, прямым следствием аргументации Витгенштейна оказывается тезис о том, что приватные ментальные состояния не являются объектами. Поговорим теперь о проблеме множественной редукции, которую сформулировал Бен Ацераф в статье «Чем не могут быть числа?». Это статья 1965 года. Немного предыстории. После создания Георгом Кантером в конце XIX века наивной теории множеств довольно быстро обнаружилось, что большинство основных математических понятий могут быть выражены в терминах этой теории. После открытия парадоксов наивной теории множеств и после спровоцированного этими открытиями уточнения основных теоретико-множественных понятий было построено несколько формальных аксиоматических теорий множеств. И они довольно быстро стали считаться общепризнанным фундаментом всей математики. Авторитет аксиоматической теории множеств оказал очень сильное влияние на философию математики и дал толчок для возникновения разного рода редукционистских позиций по вопросу о природе математических объектов. Важным тезисом сторонников таких редукционистских позиций, которые объединены под названием теоретико-множественный редукционизм, стало утверждение о том, что любой математический объект на самом деле является каким-то определенным множеством. Ну или может в конечном счете быть сведен в онтологическом смысле к какому-то определенному множеству. Таким образом, практика выражения различных математических понятий в терминах теории множеств приобрела онтологический смысл. Теоретико-множественный редукционизм долгое время был популярной в позиции философии математики, пока Абинацарав не сформулировал свой критический аргумент против нее. Абинацарав сформулировал свой аргумент на примере натуральных чисел, которые в сущности являются простейшими математическими объектами. В первой части своего аргумента Абинацарав показал, что натуральные числа могут быть представлены как множество сразу несколькими разными способами, а также же, что существует неопределенно большое количество разных и не сводимых друг к другу способов представления натуральных чисел как множеств. В своей статье Абинацарав подробно рассматривает два таких способа. Первый способ – это способ, предложенный цермелом, так называемые нумералы цермелом. Цермелом предлагал определять ноль как пустое множество, а понятие следующего числа определял как синглитон, содержащий предыдущее число. Второй способ – это способ, предложенный фон Нейманом, так называемые нумералы фон Неймана. Фон Нейман предлагал определять ноль так же, как пустое множество, а понятие следующего числа он давал через объединение предыдущего числа и синглитона, содержащего предыдущее число. Помимо этих двух способов существуют также и другие, и некоторые из них были предложены и рассмотрены другими авторами в поддержку аргументу Абинацарава. Арифметические свойства обеих систем, которые рассматривает Абинацарав, образованно на основе этих двух способов представления натуральных чисел, являются идентичными. Однако их теоретико-множественные свойства существенно различаются. Например, в рамках системы, состоящей из нумералов Цермелы, единица не является элементом тройки. Элементом любого числа является только непосредственно предшествующее ему число. Так что теоретико-множественные представления чисел, тех, что больше нуля, оказываются равномочными друг другу, и кардинальность каждого из них равна единице. А в системе же нумералов Фонеймана единица является элементом тройки. И вообще любое число содержит в качестве своих элементов все предшествующие ему числа. Так что кардинальность теоретико-множественного представления любого числа в этой системе равна тому натуральному числу, которое оно кодирует. Кардинальность множества, кодирующего единицу, равна единице. Кардинальность множества, кодирующего двойку, равна двум. Кардинальность множества, кодирующего тройку, равна трём и так далее. Данная ситуация демонстрирует, что однозначного представления натуральных чисел не существует. Поэтому невозможно сказать, каким именно объектом в действительности является, скажем, число 2, либо соответствующим нумералом Цермелла, либо соответствующим нумералом фон Неймана, либо каким-то другим объектом из бесконечного числа вариантов. При этом все способы теоретика множественного представления натуральных чисел являются равноправными, то есть в них самих по себе не содержится никаких критериев, достаточных для того, чтобы определить, какой из этих способов представление является правильным. Следовательно, мы либо не знаем, чем на самом деле являются математические объекты в теоретика множественном представлении, либо у нас есть бесконечное число неразличимых объектов математики. То есть число 2 не является каким-то конкретным уникальным объектом, а является и соответствующим нумералом Цермелла, и соответствующим нумералом фон Неймана, и еще огромным количеством других объектов. Таким образом, проблема множественной редукции, обозначенная Бенецерафом, представляет собой принципиальное несоответствие, имеющее место между, с одной стороны, идеей о том, что математические теории, а в контексте аргумента Бенецерафа речь идет конкретно о теории чисел, описывают какую-то уникальную совокупность абстрактных математических объектов, ну, уникальную совокупность множеств в данном случае, что математические понятия обозначают какие-то уникальные математические объекты, а с другой стороны, фактом существования огромного количества неразличимых математических объектов, в данном случае множеств, которые могут играть роль в значении или референтов выражений, обозначающих натуральные числа, и отсутствием четких рациональных критериев, позволяющих однозначно указать на тот набор объектов, который является набором тех самых настоящих математических объектов. Вывод, который делает Бенецераф на основании этого аргумента, может быть сформулирован следующим образом. Для чисел и их теоретика множественных представлений невозможно указать четкие условия индивидуации и критерии тождества, поэтому числа не могут быть математическими объектами, а предметом изучения математики на самом деле являются не математические объекты, а математические структуры. Сюжеты, аналогичные только что рассмотренные проблеме множественной редукции Бенецерафа, имеют место и в других областях философии и науки. Например, в философии физики известна проблема калибровочной свободы, она же проблема калибровочных преобразований. Калибровочная свобода – это ситуация, возникающая в некоторой физической теории тогда, когда одна и та же физическая ситуация может быть описана разными математическими структурами. Стоит отметить, что калибровочная свобода не всегда представляет собой проблему для физической теории. Калибровочная свобода становится проблемой не только в том случае, когда мы не можем доказать, что рассматриваемые математические структуры действительно описывают одну и ту же физическую ситуацию. О возникновении такого случая, в частности, можно говорить тогда, когда соответствующая физическая ситуация индивидуируется исключительно посредством описывающих ее математических структур. Проще говоря, калибровочная свобода представляет проблему для ненаблюдаемых, или, по крайней мере, для ненаблюдаемых непосредственно физических ситуаций, которые одинаково допустимы с точки зрения законов физической теории. Легко увидеть, что в этом смысле проблема калибровочной свободы является аналогом проблемы множественной редукции бенцерак. Проблема калибровочной свободы, в частности, возникает и в контексте существующих физических теорий пространства-время. Действительно, пространство-время не является непосредственно наблюдаемым. Обо всех физических свойствах пространства-времени мы узнаем только из его математических описаний. Однако существующие на сегодняшний момент физические теории допускают существование сразу нескольких различных математических описаний пространства-времени. При этом у нас нет достаточного критерия, позволяющего выбрать какое-то одно математическое описание пространства-времени в качестве единственно верного. Это может быть продемонстрировано разными способами. Для простоты изложения рассмотрим два самых простых и интуитивно очевидных аргумента из тех, что предлагаются в литературе. Первый аргумент – это аргумент ускоренного мира. Представим себе мир W, точно такой же, как наш актуальный мир, за одним-единственным исключением. Вся материальная история мира дрейфует в пространстве, в так называемом абсолютном пространстве, с постоянной скоростью, скажем, 5 км в час в направлении от Солнца к созвездию Лисичка. Мир W подобен актуальному миру во всем, что касается пространственных отношений между всеми телами в любой данный момент времени. Но в мире W каждое материальное тело движется через абсолютное пространство с другой скоростью. Поэтому мир W можно назвать ускоренным миром. Смысл данного аргумента заключается в следующем. Если ускоренный мир W возможен, тогда должно существовать бесконечно много разных возможных ускоренных миров, отличающихся друг от друга только скоростью и направлением движения. Однако с точки зрения наблюдателя, находящегося внутри мира, нет никакого реального различия между любыми двумя ускоренными мирами. Почему? Потому что движение всего мира в целом никак не отражается на том, как протекают события внутри мира. Таким образом, все возможные ускоренные миры являются неразличимыми. Второй аргумент – это аргумент смещенного мира. Представьте себе мир W-2, точно такой же, как наш актуальный мир, за одним-единственным исключением. Вся материальная история мира разворачивается на 5 метров вправо от того места, где она разворачивается в действительности. В более общем смысле мир W – это мир, в котором вся материальная история мира равномерно смещена в абсолютном пространстве на некоторое расстояние в каком-то направлении. Поэтому мир W можно назвать смещенным миром. Смысл данного аргумента заключается в следующем. Если смещенный мир W-2 возможен, тогда должно существовать бесконечно много разных возможных смещенных миров, которые отличаются друг от друга только расстоянием, на которое они смещены относительно актуального мира, ну и направлением этого смещения. Однако с точки зрения наблюдателя, находящегося внутри мира, опять же, нет никакого реального различия между любыми двумя смещенными мирами, поскольку смещение всего мира в целом никак не отражается на том, как протекают события внутри мира. Таким образом, все возможные смещенные миры оказываются неразличимыми. Данные два аргумента демонстрируют принципиальное несоответствие между с одной стороны представлением о том, что физические теории являются истинными описаниями мира как совокупности реальных и уникальных физических ситуаций, а с другой стороны наречием бесконечного числа различных и несводимых друг к другу правдоподобных описаний мира и отсутствием четких рациональных критериев, позволяющих выбрать одно из этих описаний и обосновать его истинность. Проблему калибровочной свободы для пространства-времени обычно не принято рассматривать как свидетельство против объектности пространства-времени. Видимо, по той причине, что пространство-время слишком сильно отличается от объектов в стандартном понимании. И среди исследователей довольно мало тех, кто готов приписывать пространству-времени статус-объекта, хотя такие исследователи все же есть. Однако проблему калибровочной свободы для пространства-времени принято рассматривать в качестве свидетельства против существования пространства-времени, что в принципе тоже удачно подчеркивает значимость требования наличия критериев тождества, пусть и в несколько ином смысле. На этом мы завершаем рассмотрение историко-философских иллюстраций. Представляется, что рассмотренных сюжетов достаточно для предварительной демонстрации значимости такого критерия объектности, как наличие возможности сформулировать для рассматриваемой сущности или феномена четкие критерии тождества, или указать четкие условия индивидуации. Да, все рассмотренные сюжеты относятся к разным предметным областям. Первый – к философии сознания и философии языка, второй – к философии математики, третий – к философии физики. Однако все они близки между собой в том, что в них условия наличия критериев тождества играют роль необходимого условия объектности или необходимого условия существования. Поговорим теперь о тождестве более предметно. Что такое тождество, в каких терминах можно говорить о тождестве, каковы основные характеристики тождества, а также какие из этих характеристик могут играть роль критерии, которыми можно было бы руководствоваться для установления факта наличия или, наоборот, отсутствия тождества. Тождество представляет собой не что иное, как отношение, которое задается на множестве объектов, то есть может иметь или не имеет места между объектами. Будучи отношением, тождество принадлежит к определенному классу отношений и имеет соответствующие формальные свойства, позволяющие отнести его к данному классу. Отношения тождества обычно относят к классу отношений эквивалентности. Отношением эквивалентности называется такое бинарное отношение, которые обладают формальными свойствами рефлексивности, симметричности и трензитивности. Кратко напомним смысл этих формальных свойств. Что такое рефлексивность? Отношение R называется рефлексивным, если оно всегда выполнено между объектом и им самим. Содержательным примером рефлексивных отношений относятся такие отношения, как быть похожим на, быть не старше, иметь общий признак и так далее. Симметричность. Отношение R называется симметричным, если когда X находится в отношении R к Y, то Y находится в отношении R к X. К содержательным примерам симметричных отношений относятся такие отношения, как быть родственником, быть коллегой, быть похожим и так далее. Наконец, транзитивность. Отношение R называется транзитивным, если когда X находится в отношении R к Y, и Y находится в отношении R к Z, то X находится в отношении R к Z. Ну и к содержательным примерам транзитивных отношений относятся такие отношения, как быть больше, быть выше, быть старше и так далее. Достаточно легко показать, что отношения тождества обладают всеми этими формальными свойствами. И легче всего это может быть сделано на основе существующей практики слова употребления. Ну, действительно, сказать, что вещи тождественны, значит сказать, что они одинаковы или равны. В обыденной речи мы довольно часто говорим об одинаковости или равенстве каких-то вещей. Например, возьмем в качестве иллюстрации стандартный комплект шахматных фигур. Мы можем в определенных ситуациях говорить об одинаковости каких-то шахматных фигур из этого стандартного набора. Например, с точки зрения шахматного игрока, все белые пешки в наборе одинаковы. Это значит, что расставляя белые пешки на шахматной доске, шахматист будет выбирать их из коробки в произвольном порядке. В начальной позиции все пешки будут поставлены на вторую горизонталь, и шахматист не будет размышлять над вопросом, куда ему лучше поставить выбранную наугад пешку. Точно так же любая из парных фигур, например, ладья, при расстановке фигур перед игрой может с равным успехом попасть как на королевский, так и на ферзевый фланг. На примере пешек довольно легко показать, что отношение быть одинаковым является рефлексивным. Действительно, очевидно, что любая пешка одинакова сама с собой, ну или равна себе. Точно так же легко показать, что отношение быть одинаковым симметрично. Действительно, если пешка, стоящая, допустим, на поле А2, одинакова с пешкой, стоящей на поле В2, то пешка, стоящая на поле В2, автоматически одинакова с пешкой, стоящей на поле А2. Этот факт, в частности, подтверждается, ну или иллюстрируется тем, что ничто не мешает нам взять эти две пешки и поменять их местами. А переставить пешку, стоявшую на поле А2, на поле В2, а пешку, стоявшую на поле В2, переставить на поле А2. Наконец, мы можем легко показать, что отношение быть одинаковым является транзитивным. Действительно, если пешка, стоящая на поле А2, одинакова с пешкой, стоящей на поле В2, а пешка, стоящая на поле В2, в свою очередь, одинакова с пешкой, стоящей на поле С2, то отсюда будет следовать, что пешка, стоящая на поле А2, одинакова с пешкой, стоящей на поле С2. Опять же, это можно проиллюстрировать с помощью соответствующих перестановок пешек с поля на поле. Анализ употребления слова «одинаковые» может помочь обнаружить и другие важные характеристики отношения тождества. А представим себе другую ситуацию. Тот же самый комплект шахмат отдан ребенку, который играет в солдатики. Для него отдельные пешки в такой ситуации могут приобрести индивидуальность, получить имена и разные метки. Однако в тот момент, когда этот же ребенок начнет использовать шахматы по прямому назначению, пешки одного цвета снова станут для него одинаковыми. Рассмотрим еще одну ситуацию шахматной фигуры в процессе игры. Предположим, что шахматист стоит перед выбором отдать противнику пешку, которая проникла уже на седьмую горизонталь, и вот-вот превратится в ферзя, или пешку, которая мирно стоит в начальной позиции. Ясно, что при прочих равных условиях первая пешка гораздо ценней, и шахматист уже не будет считать вот эти две свои пешки одинаковыми. Но здесь, правда, стоит оговориться, что в данной ситуации объектами являются уже не сами по себе фигуры, а пешки в данной позиции, то есть упорядоченные пары объектов, пешек и их позиций на доске. Анализ употребления слова «одинаковый» в последних рассмотренных ситуациях с шахматными фигурами демонстрирует следующее. Во-первых, содержание отношения тождества всегда оказывается зависимым от той ситуации, в которой мы рассматриваем соответствующие объекты, и также зависимым от наблюдателя, которые по-разному судят об одинаковости объектов в зависимости от выбранной им точки зрения. Во-вторых, слово «одинаковость» попадает в один синонимический ряд со словом «взаимозаменяемость». Причем под взаимозаменяемостью понимается не что иное, как взаимозаменяемость объектов в некоторой конкретной ситуации. Взаимозаменяемость объектов всегда релятивизирована к ситуации, так что в разных ситуациях взаимозаменяемыми могут оказаться разные объекты, а именно те и только те объекты, которые обладают одним и тем же набором формальных признаков, существенных для данной ситуации. Таким образом, мы обнаруживаем важнейшую содержательную характеристику отношения тождества. О тождестве можно говорить в терминах «совпадение» или «несовпадение» существенных признаков сравниваемых объектов. А наличие или отсутствие совпадающих признаков, в свою очередь, может играть роль критерия, позволяющего установить факт наличия или, наоборот, отсутствие отношения тождества между объектами. Легко увидеть, что у разных объектов количество совпадающих свойств может быть разным. Различаться может и общее соотношение совпадающих свойств к несовпадающим свойствам для разных пар объектов. Таким образом, становится возможным говорить о степенях тождества. На этом основании, в частности, принято проводить различия между двумя основными видами тождества. Нумерическим тождеством с одной стороны и качественным или квалитативным тождеством с другой стороны. Остановимся подробнее на этих двух видах тождества. Качественное или квалитативное тождество определяется как отношение между объектами, некоторые свойства которых совпадают. При этом можно осмысленно говорить о большей или меньшей степени качественной тождественности между объектами. Например, пегасы и поросята будут являться качественно тождественными, поскольку они обладают по меньшей мере одним общим свойством, а именно свойством быть животными. Однако пегасы и поросята тождественны в гораздо меньшей степени, чем, скажем, два поросенка, у которых, скорее всего, окажется гораздо больше совпадающих свойств. Для качественно тождественных объектов могут быть заданы так называемые классы эквивалентности, то есть группы объектов, обладающих некоторым заданным свойством или свойствами. Легко увидеть, что классы эквивалентности могут играть роль экстенсионалов понятий. Тогда пегасы и поросята будут принадлежать классу эквивалентности, играющему роль экстенсионала понятия животное, а два поросенка будут принадлежать уже другому классу эквивалентности, который играет роль экстенсионала понятия поросята. При этом второй класс будет под классом первого. В свою очередь, нумерическое тождество определяется как отношение между объектами, все свойства которых совпадают. Иначе говоря, нумерическая тождественность – это абсолютная или максимальная степень качественной тождественности. Очевидно, что отношение нумерического тождества может иметь место только между объектом и им же самим, и причем, по-видимому, только в один и тот же момент времени. Как же задаются эти два вида тождества? Нумерическое тождество обычно задается с помощью принципа, который широко известен под названием «Закон Лейбница» или «Принцип тождества неразличимых». Данный принцип был сформулирован Лейбницем в его работе «Рассуждение о метафизике». Формулировка этого принципа выглядит следующим образом. Для любых двух объектов, если первый объект обладает всеми свойствами, которыми обладает второй объект, и наоборот, второй объект обладает всеми свойствами, которыми обладает первый объект, то эти два объекта – нумерические тождества или являются одним и тем же объектом. На слайде вы можете увидеть формальную запись данного принципа. Существует также противоположный принцип, который называется «Принцип неразличимости тождественных». Принцип неразличимости тождественных имеет следующую обратную формулировку. Для любых двух объектов, если эти два объекта нумерически тождественны или являются одним и тем же объектом, то первый объект обладает всеми свойствами, которыми обладает второй объект, и наоборот, второй объект обладает всеми свойствами, которыми обладает первый объект. Формальную запись данного принципа вы тоже можете увидеть на слайде. Иногда под законом Лейбница подразумевают конъюнкцию принципа тождества неразличимых и принципа неразличимости тождественных, а не отдельно принципа тождества неразличимых. Что касается качественного или квалитативного тождества, то оно, в свою очередь, задается как раз с помощью критериев тождества. Критерии тождества, в сущности, представляют собой такие формулировки, которые фиксируют необходимые и достаточные условия для отнесения некоторой произвольной пары объектов к одному и тому же классу эквивалентности. Считается, что понятие критерия тождества было введено в философскую терминологию Готлобом Фреге и обычно имеют в виду следующий тезис Фреге из его работы «Основоположение арифметики», где он связывает с критерием тождества значение единичного термина. Вот эту цитату вы можете видеть на слайде. Если знак должен обозначать для нас предмет, то мы должны обладать критерием, который всюду решал бы, является ли B тем же самым, что и A, даже если не всегда в наших силах установить, применим ли этот критерий. Один из сформулированных Фреге в той же работе принципов абстракции можно с некоторыми оговорками рассматривать в качестве примера такого критерия тождества. Речь идет о знаменитом рассуждении Фреге о параллельности и направлении прямых. Соответствующую цитату тоже можете видеть на слайде. Суждение «прямая А параллельно прямой Б» также может пониматься как равенство. Если мы так поступаем, то получаем понятие «направление» и говорим «направление прямой А равно направлению прямой Б». В литературе выделяются две основные модели для построения критериев тождества. А то есть две общие схемы, в соответствии с которыми могут быть сформулированными и формулируются разными авторами разные критерии тождества. Первая из этих двух моделей известна как одноуровневый критерий тождества, а вторая модель известна под названием двухуровневый критерий тождества. Приведенное нами выше рассуждение Фреге о параллельности и направлении прямых строится в соответствии с двухуровневой моделью, которая может быть формально представлена в виде следующей эквиваленции, которую вы можете видеть на данном слайде под римской цифрой 2. Здесь маленькая F является некоторым функциональным выражением. X и Y – это индивидные переменные, а R выражает некоторое отношение эквивалентности, определенное на множестве релевантных объектов. Двухуровневая модель обладает как достоинствами, так и недостатками. Основным достоинством двухуровневой модели является то, что она предотвращает возникновение порочного круга в формулировках конкретных критериев тождества. Главный же недостаток двухуровневой модели заключается в том, что она имеет относительно ограниченное применение. А именно, ее можно использовать только для особого класса единичных терминов, а именно для таких единичных терминов, которые формулируются посредством так называемых функциональных выражений. Поясним, что такое функциональные выражения. Это такие выражения, которые имеют вид существительного с прямым дополнением. Например, направление чего-то, форма чего-то, цвет чего-то и так далее. Очевидно, что лишь небольшой класс единичных терминов может быть сформулирован таким образом. В этом смысле более универсальные критерии тождества, универсальные в том смысле, что их можно использовать для любых единичных терминов, могут быть построены в соответствии с одноуровневой моделью. Одноуровневая модель может быть формально представлена в виде следующей эквиваленции, которую вы тоже можете видеть на данном слайде под римской цифрой 1. Здесь заглавное F представляет собой так называемый сортальный термин. То есть, что это значит? Сортальный термин представляет собой некоторое общее понятие, под которое подпадают конкретные вещи определенного вида. Причем такие вещи, которые можно сосчитать. Получается, что чаще всего сортальный термин это некоторое исчисляемое существительное. Ну и R здесь стандартно выражает некоторое отношение эквивалентности. Типичным примером критерия тождества, сформулированного в соответствии с одноуровневой моделью, является аксиома экстенциональности теории множества, которая имеет следующую формулировку. Если x и y являются множествами, то x и y равны тогда и только тогда, когда x и y содержат одни и те же элементы. О достоинстве одноуровневой модели мы уже сказали. Главный же недостаток одноуровневой модели и главная опасность, которая возникает в связи с ее применением, заключается в том, что любой критерий тождества, сформулированный в соответствии с этой моделью, обязательно будет импредикабельным. Под импредикабельностью здесь подразумевается тот факт, что соответствующий критерий тождества обязательно будет содержать в себе ссылку на совокупность, включающую в себя те объекты или зависимую от тех объектов, тождества которых утверждается. Импредикабельность является нежелательной, поскольку она связана с риском возникновения порочного круга. Конечно, импредикабельность не всегда приводит к возникновению порочного круга, что в частности хорошо видно на примере приведенной выше формулировки аксиомы экстенциональности. Однако, с другой стороны, в литературе имеется достаточно примеров критериев тождества, сформулированных в соответствии с одноуровневой моделью, и содержащих в себе порочный круг. Например, сформулированный Дональдом Дэвидсоном критерий тождества для событий как раз содержит в себе порочный круг. Данные критерии формулируются Дэвидсоном следующим образом. События Х и события У тождественны, если и только если оба события имеют одни и те же причины и одни и те же следствия. Проблема с этим критерием заключается в том, что согласно концепции Дэвидсона, причины и следствия сами являются событиями. Поэтому очевидно, что мы не можем воспользоваться критерием тождества, предложенным Дэвидсоном, для установления тождественности двух событий до тех пор, пока мы не установили тождественность причины и следствия этих событий. Однако, поскольку причины и следствия, в свою очередь, сами являются событиями, нам, чтобы установить тождественность причины и следствий, требуется воспользоваться Дэвидсоновским критерием тождества для событий. И таким образом налицо порочный круг. На этом на сегодня у меня все. В следующий раз мы продолжим разговор на тему тождества объектов и подробно рассмотрим проблему диахронического тождества или проблему тождества объектов во времени. Вот здесь на последнем слайде я предлагаю достаточно краткий список литературы по сегодняшнему тематическому блоку для более глубокого самостоятельного погружения в тему. Всем большое спасибо. До следующего раза.